Привет! В этом видео рассмотрим детские спасательные жилеты Marlin, которые замечательно подойдут для детей в возрасте примерно от 2 до 10 лет. Надеюсь вопрос, зачем нужен спасательный жилет ребенку, у вас не возникает, а вот какую именно модель выбрать, давайте попробуем разобраться вместе. Я взял три детских жилета под брендом Marlin трех размеров, это XS, S и размер M. Первый жилет для самых маленьких детей, примерно до 3 лет, его рейтинг до 15 кг, а обхват груди до 78 см. Далее размер S, у него допуск по весу до 30 кг, а обхват груди до 88 см. Если визуально сравнить эти два жилета, то можно увидеть разницу, впрочем она не сильно большая. И жилет размера M, это самый крупный из детской серии Marlin, у него допуск по весу до 40 кг, с обхватом груди до 98 см. Как видите, разница между ним и предыдущим размером уже существенная. Сейчас начну обращать ваше внимание на мелочи, которые на самом деле существенные. Молния, она должна быть крупная, зубастая и пришита к жилету капроновыми нитками, чтобы те не расползались. Крупную молнию легко застегивать. Прочая фурнитура тоже должна быть взрослых размеров, ибо возиться с бантиками и тесемочками можно где угодно, только не на воде. Обратите внимание на наличие паховой лямки. Она не дает слететь жилету через голову. Швы, разумеется, должны держать нагрузку. Кулиска непосредственно не влияет на безопасность, но помогает сохранить тепло под жилетом. Качество и плотность материалов влияют на долговечность жилета. И будет обидно, если новый жилет сразу порвется, зацепившись за что-нибудь на лодке. Здесь с этим все в порядке, а вот в моделях подешевле нередко можно встретить ткань очень тонкую и даже прозрачную. Ее совершенно нетрудно будет повредить. Класс жилета должен быть прописан на бирке. Он обычно бывает от 50 до 150, и чем выше цифра, тем лучше защита. Запас плавучести измеряется в ньютонах. 10 ньютонов выталкивают примерно килограмм веса. В хороших жилетах блоки плавучести должны явно прощупываться и иметь ощутимый объем. Ведь именно они будут выталкивать ребенка, который окажется в этом жилете в воде. Обычно блоков по две секции, справа и слева. Одна секция со стороны спины и еще есть в подголовнике. Но это уже не обязательно. Сертифицированный жилет имеет световозвращающие элементы. Они помогают обнаружить человека в темное время суток. Всем привет! Я Кирилл, мне 10 лет. Это Катя, ей 2,5 года. Сегодня мы покажем вам жилеты Marlin. Для меня M, а для Кати XS. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так пока дети играют в игры, взрослым нужно запомнить несколько простых вещей. Первое. Жилет на ребенке не должен сидеть слишком свободно. Иначе он может просто вылететь из него, если упадет за борт на ходу. Второе. Запас плавучести жилета должен соответствовать весу ребенка. Чтобы он мог, находясь в воде, спокойно дышать, даже не двигая руками и ногами. Сохраняя при этом силу. Третье. Жилет для ребенка должен быть хорошего качества. Всегда найдется масса вариантов сэкономить на чем-нибудь другом. Удачи на воде вам и вашим детям. И увидимся в новых видео выпусках.